Тэндипендент, Великобритания Я поучаствовала в тайном московском движении за климат, и вот что я узнала Ада Вартсворт Тэндипендент, Великобритания 18 ноября 2019 года Россия у нас часто ассоциируется с коррупцией, скандалами и преступностью Однако за те три месяца, что я здесь провела, я столкнулась с обратным Во всех 11-часовых поясах крупнейшей страны земли сотни молодых людей открыто выступают против правительства Отстаивая свое право жить без экологических кризисов Подобно единомышленникам по всему миру, демонстранты собираются по пятницам Но, в отличие от зарубежных сверстников, собираться на законных основаниях им запрещено В России дозволяются лишь одиночные пикеты, а на более многочисленные протесты требуется разрешение властей И в нем кампании «Пятница» ради будущего постоянно отказывают И все же активисты каждую неделю выстраиваются в очередь для проведения одиночных пикетов в центре Москвы Их движущая сила – московский студент Аршак Макичан Протестовать его вдохновила шведская школьница Грета Тунберг и российские политические активисты С тех пор, как он начал устраивать одиночные пикеты полгода назад Вокруг него сплотилась тесная группа активистов От Заполярного Мурманска до Сибирского Владивостока Технически эти протесты балансируют на грани закона и порой ее приступают В октябре Аршака и двоих его товарищей арестовали за несанкционированную массовую акцию протеста Под массой здесь подразумеваются они трое, и сейчас они ждут суда Шансы на то, что их оправдают, невелики Надеяться им остается лишь на то, что власти, побоившись международной огласки, ограничатся штрафом В противном случае двоим из них грозит до 10 дней заключения Для них это уже второй арест Если их арестуют в третий раз, наказание может вырасти до нескольких лет тюрьмы Но участников кампании это не останавливает Они не собираются сдаваться до тех пор, пока власти не удовлетворят их требования Перейти на экологическую энергетику, запустить переработку и прекратить обезвлесение В такой ситуации без оптимизма и надежды никуда По разным оценкам, во всемирной забастовке 27 сентября приняли участие 700 человек из 35 городов России 70 из них вышли с одиночными пикетами на Пушкинскую площадь Акции «Пятница ради будущего» как одиночные пикеты, так и массовые Проходят каждую неделю в 8 городах По сравнению с маршами в европейских городах, которые собирают сотни тысяч, это немного Но если вспомнить, что еще полгода назад климатическое движение состояло из единственного участника на Пушкинской площади Их значение трудно переоценить Участвуют в протестах главным образом студенты Они выросли в эпоху соцсетей и черпают новости не с государственного телевидения, а из альтернативных источников Но старшее поколение тоже не отстает Аршак и другие активисты говорят, что прохожие все чаще высказывают одобрение Хотя поначалу приходилось сталкиваться с враждебностью Как объяснил мне Аршак, дело не в том, старый ты молодой, а в том, есть ли у тебя информация Благодаря доступу к социальным сетям и иностранным телепрограммам через сайты с потоковым видеомолодежь все чаще ставит точку зрения российских СМИ под сомнение Достичь экологической справедливости без всемирного движения и объединенных усилий всех правительств невозможно Атака на российских демонстрантов ради климата – это атака на всех нас Я ни в коем разе не хочу принижать достижения кампании по всему миру Но если свою климатическую политику не улучшит Россия, и при том радикально, мировой прогресс окажется сильно ограничен Россия – четвертый по величине загрязнитель окружающей среды, на нее приходится 5% всех парниковых газов Кроме того, Россия владеет значительной частью Арктики, и на нее приходится пятая часть мировых лесов Если мы, Запад, намерены предотвратить неизбежный экологический коллапс, мы обязаны выразить поддержку и солидарность активистам как в России, так и в других авторитарных режимах по всему миру, всеми возможными способами Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ